Для полнатой картины мы решили посмотреть на фэшн со стороны современной арт-сцены, чтобы окончательно понять, настолько ли мода важна для искусства, как искусство для моды. Джефф, мы знаем, что вы-то в моде разбираетесь. Расскажите, как вам работалось со Стеллой Маккартни? Я просто обожаю Стеллу. Она просто фантастическая. Как раз вчера она звонила мне и рассказала, что у нее назревает новый проект. Так что не удивлюсь, что в будущем мы снова поработаем. Стелла ведь такая классная. Мне так нравится то, что она делает для детской линии марки ГЕП. Все мои четверо мальчиков с удовольствием носят ее одежду. Вы считаете моду искусства? Мода – это все равно, что новости. Поэтому с искусством она не имеет ничего общего. Арт всегда делается с расчетом на будущее, а мода – на здесь и сейчас. Нет, мода также рассчитана на будущее. Конечно, многие художники сотрудничают с дизайнерами одежды. Например, Джефф Кунс, который представлен на этой выставке. Джефф Кунс, он американец, а я фламандец. Я родом из совершенно иной культуры. Конечно, существуют хорошие дизайнеры одежды. У нас в Бельгии это Анн Демельмейстер, Мартин Марджелла. В мире это такие марки, как Шанель, Диор. Но для меня это все равно не профессия. Это совсем иное отношение к обществу, духовным ценностям. Мода – это то, что мы носим и потом выбрасываем. Искусство работает совсем по другому принципу. Хорошо, сейчас на мне юбка и воротничок с принтами американского художника Джона Уэсли. Что вы об этом скажете? Скажу, что дизайнеры одежды просто-напросто используют художников. Но я пас. Не в моей работе. Союзы между миром моды и миром искусства всегда интересны. И дело тут не в том, кто кого вытянет или спасет. Интереснее то, как эти два мира могут повлиять друг на друга. Как про мне было интересно наблюдать за тем, как в свое время сотрудничали американская художница Дженни Хольцер и австрийский дизайнер Хельмут Ланн. Чтобы еще достовернее следовать связь между модой и современным искусством, мы отправились в студию Каннет Мессажер, победительницу 51-й венецианской биеннале и одной из самых титулованных художниц Франции. Уже сейчас работы Аннет Мессажер можно посмотреть в Пинчук-арт-центре в Киеве на выставке «Сексуальность и трансцендентность». Слова, выплетенные из рыбацкой сетки, специально делались для выставки в Киеве. Я постоянно думаю о словах. Когда я читаю газеты, у меня в памяти откладываются разные слова. В основном это интернациональные термины, например, слово «спазм» или «боль». Для меня эти слова словно изображение. Прежде всего они — это образ. Когда я начинала в 70-х, все искусство было очень концептуальным и минималистичным. Энди Уорхол все время делал одно и то же. Я была против этого. Я могла делать что-то из ткани, что-то рисовать, что-то фотографировать, соединять разное воедино. Вот это действительно мое. В своих работах вы часто используете сетку. В чем ее роль для вашего творчества? Я действительно часто использую сетку, причем всегда черную. Во-первых, я родилась на берегу моря, так что я часто наблюдала за рыбаками. Я всегда находила их сетки привлекательными. Они у меня вызывают ассоциацию с женскими шляпками или вуалями. И я уверена, что сетка сама по себе выглядит очень эротично. В то же время она как бы символизирует защиту от внешнего мира. Например, здесь. Моя работа под названием «Желание». Это слово несет оттенок радости и оптимизма. Но весь смысл его скрыт в черной сетке. Значит, в ней есть что-то от моды? Да, эротический подтекст. Чулки и вуаль. Многие ваши работы сконцентрированы на женщине. Считаете ли вы, что мода для женщины играет существенную роль? Мы вынуждены что-то надевать ежедневно. Одежда – это наша вторая кожа. Она нас покрывает и персонализирует. Хотя в наше время мода делает всех людей одинаковыми. Это меня огорчает. Но в то же время именно благодаря одежде мы способны выделиться из общей массы. Это удивительная двойственность. Как вы относитесь к сотрудничествам модных дизайнеров и художников? Относительно таких тандемов у меня есть много сомнений. Хотя работы Ива Сен-Лорана, посвященные Мандриану и Матиссу, я нахожу удачными.